Если бы это недостоверный шейх рассказал, я бы этого им не говорил. Аль-Хуайни говорит, что мы узнали про одного брата, что болеет в Египте, в больнице, и поехали к нему. Это мухаддис века, Аль-Хуайни. Поехали к нему, субханаллах, навещать его. И пока ждали, чтобы зашли к нему, был молодой человек с женщиной. Видно его мама. Он стоял с ней, и, видимо, документы хотел делать, и ушел за документами. И оставил эту женщину в больнице. Говорит, мы ждем, сидим в коридоре и ждем его. Говорит, пока мы ждали его в коридоре, мы видели, что этой женщине было плохо. Мы видели, что этой женщине было плохо. И, субханаллах, мы подошли к ней, мы начали видеть, что она умирает. Она умирает. Потом мы подошли, стали ей делать толкин. Между прочим, я очень хочу отсюда это передать через этот канал. Субханаллах, разница между толкин и каля. Вот каля это сказал, толкин, когда ты скажешь, чтобы он сказал. Допустим, я тебе скажу, скажи ла илля Аллах, это значит каля. А если я просто рядом с тобой говорю ла илля Аллах, ла илля Аллах, я тебе напоминаю. Братя мои, даже если я когда-нибудь, кто его знает, может я умру в ваших руках рядом с вами. Или кто-то умрет рядом с вами. Не говори напрямую ему, говори ла илля Аллах. Наоборот, ты наоборот, напоминай, скажи ла илля Аллах. Сам говори ла илля Аллах, ла илля Аллах. Чтобы этот брат били, это его последние слова, чтобы он это повторил. И, субханаллах, как раз этот Аль-Мухаддид подошел к этой женщине и понял, что она умирает. И начал перед ней говорить ла илля Аллах с его другом. Оба говорят перед ней ла илля Аллах. Субханаллах, третья их била троя, пошел искать ее сына. Искал по всей больнице, не нашел. Но они все равно решили, что делать. Решили толкань ей делать. И, субханаллах, они повторили это 10 раз перед ней. Ей очень тяжело. Вот-вот душа выходит, она сказала ла илля Аллах, Мухаммадуррасуллах. И умерла. Субханаллах, через 10 минут подошел ее сын. Они сказали, начали соболезновать его, ее сын начал плакать и так далее. Они начали успокаивать его. И они потом сказали этому сыну, ну ты не обижайся, не расстраивайся. Твоя мама умерла, очень хорошая смерть. Последнее ее слово, она сказала ла илля Аллах. Он сказал, да вы проклятые. Да вы что так, что сделаете с моей мамой? Мы же крестьяне. Понимаешь, они хуптые, оказывается, они мусульмане. Говорят, что вы сделаете с моей мамой? Субханаллах. Какой хороший кончина у этого человека, у этой мамы? Аллах дал наилучший мухаддис века, который сейчас живет, чтобы находился у нее. Братья мои, хороший кончина надо заслужить. Надо всю жизнь жить ради этого. Пророк Мухаммад, саллаллаху алисалям говорит, и используя всю свою жизнь, всю свою жизнь ради этот смерть, ради этот момент, чтобы была хорошая кончина. Ради него используя всю жизнь. И смотри, как ученые сказали, брат мой, как ты проведешь жизнь, и так ты умрешь. Реально я знал, чемпионы по шахматы. Умерли во время шахматы. Знал люди, которые, субханаллах, любят играть карту. У нас арабы очень любят карты. Умерли многие, которые я знал, умерли во время карты. Знал люди, которые, субханаллах, пять раз намаз считают, и умерли на пути мечеть. Как ты хочешь умереть, брат мой, и так и живи. Ты хочешь умереть, субханаллах, на пути Аллаха, живи на пути Аллаха. Ты хочешь умереть, смотришь комедии или музыка, или я не знаю, и так ты умрешь. Валлах, и как ты проведешь эту жизнь, и так, иншаллах, ты умрешь. Дай Аллах, Субханаху Та'ала, мне и вам, Я Раббаль Алямин, хорошей кончиной, Я Аллах. О, Аллах, я прошу тебе, дай мне, моим родителям, наилучшую из Кончин, Я Аллах. Я Аллах, дай мне, Я Раббаль Алямин, гордую смерть, чтоб я, когда увижу тебя, радовался этой смертью, Я Раббаль Алямин, и гордился этой смертью. Я Аллах.